В этом году мы продолжили формировать коллекцию многолетних растений. В данном случае хочу представить коллекцию астры многолетней новобельгийской. В этом году коллекцию пополнили на 9 сортов. В целом астра новобельгийская представляет собой раскидистое растение с темно-зеленой листвой, узкими достаточно эллиптическими листьями. Цветки представляют собой корзинки, которые собраны в метельчатое соцветие. Цветут они достаточно долго, но некоторые сорта отличаются группой спелости и начинают цвести с июля месяца. Но, как правило, это сорта осеннего срока цветения. Поэтому зачастую это растение в Сибири называют сентябринкой или октябринкой. Пользуются сорта ярко-насыщенной окраски. Как правило, это ярко-голубые, ярко-малиновые, ярко-фиолетового цвета сорта. Но, конечно, она хорошо размножается и в это время, как правило, радует всех наших посетителей. Хочется представить лилейник гибридный. Лилейники пользуются также популярностью. Это совершенно неприхотливое растение. Следует уточнить и сказать об изысканности окраски цветов и обилие зеленой массы. То есть, если цветение заканчивается, то продолжает радовать зеленая пышная масса этого растения. Воронкообразный цветок цветет в течение всего одного дня. Те цветки, которые цветают, на следующий день уже появляются новые. И цветение в целом продолжается в течение месяца. На одном растении может образоваться до сорока бутонов. Ну и, конечно, бывают однотонные цветки, двух-трехцветные. Но тоже цветок достаточно популярен у нас в Сибири. Хоста. Незаменимое растение каждого сада. Неприхотливое растение, очень эффектное. В последнее время появилось очень большое количество сортов хосты гибридной, которая отличается цветовой гаммой листьев, которая отличается, в принципе, и окаймлением по периметру. Есть пластинки, которые тоже бывают разноцветными по центру листа. По высоте отличаются. То есть есть мини-хосты, есть макси, которые достигают высоты более одного метра. Как правило, хосты имеют цветок фиолетового оттенка. Но в последнее время появились сорта, которые радуют белоснежно-белым цветом. Но и по высоте они тоже отличаются. Вот такой он, наш ботанический сад. Результат сохранений и преобразований природы сибирскими ботаниками и селекционерами. Это одна из главных зеленых достопримечательностей Омска. Ждем вас в гости! Редактор субтитров А.Семкин